Почему я так подробно говорю? Я там пропущу значительную часть закона, она так ни о чём. Но я хочу, чтобы вы понимали о том, кто за что отвечает и кто чего не делает, ну, наверное, чтобы не отвечать. Десятая часть. Может определить руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, который не считает, ну, короче, может назначить конкретного начальника штаба, который занимается этим, для проведения этих работ, и принимать дополнительные меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Ну что ж. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. А. Это дополнительные меры по защите населения. Это дополнительные меры. Ограничить доступ людей и транспортных средств на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зоне чрезвычайной ситуации. То есть, теоретически, если есть угроза или есть сама чрезвычайная ситуация, то, в принципе, конечно, туда можно ограничить каким-то образом доступ людей и транспортных средств. Ну, понятно. Ну, там другие, так сказать, самые ситуации. Приостановить деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и не их граждан, находящих на этой территории. Приостановить деятельность на время ликвидации чрезвычайной ситуации. Ну, сколько нужно времени, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию? Ну, конечно, многое зависит от того, что, собственно говоря, произошло. Ну, например, скажем, если это взрыв, ну, понятно, что нужно там. Может быть, неделя, может быть, две недели, ну, мало ли что. Вот. Чтобы это все купировать как-то. Вот. То есть, приостановить деятельность организации можно. Ну, пока, так сказать, ликвидируется. То есть, осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие, а вот это, пункт ДД, я зачитываю от и до. То есть, можно делать, вот, и ограничивать доступ населения, и приостановлять деятельность организации, ну, в зоне чрезвычайной ситуации. То есть, надо действовать так, чтобы не ограничивались. Права и свободы гражданина, человека и гражданина. Потому что ограничивать права и свободы гражданина может только президент, если вводит чрезвычайное положение, и это федеральный конституционный закон, ФКЗ, на 30 дней. И должен уведомить об этом, так сказать, ООН, так сказать, и Совет Европы. И еще это чрезвычайное положение нужно, чтобы Совет Федерации утвердил. Вот, и наш Совет Федерации, конечно, утвердит, но не важно. Все равно, процедура есть процедура. А вот, по вот этому просто федеральному закону, 68-му, о защите населения, территории, чрезвычайных ситуаций, природных и техноярных характеров, защите населения, государство обязано на всех уровнях, федеральным, региональным, местным, объектовым. Но, не ограничивающие права и свободы гражданина, то есть, если указы мэра, 15 вот этих версий, ограничивают право москвичей, то он нарушает, таким образом, федеральный закон, а он ссылается на него, он же ссылается на этот, так сказать, самое, 68-й ФЗ, он защитит население. То есть, в шапке указа Собянин ссылается на закон, при этом он обязывает граждан тыр-дыр-дыр-дыр-дыр, к тому-то и к тому-то, к самоизоляции. Это ограничивает права и свободы гражданина и человека? Я думаю, ограничивают. Вот, если бы было введено, если бы был введен карантин, или если бы в отношении конкретного гражданина, который там приехал из-за границы, его там, раз, там померить температуру, вот, и даже температуры нет, а у него карантин, потому что главный санитарный врач сказал, что у нас тут такая ситуация, вот, опасная. Поэтому, бац, ему предписание сидеть дома, ну, как сидеть дома, с родственниками, мы об этом говорили, это тоже тема. Но, в любом случае, вопрос, связанный с карантином, решается тем законом. Вот, мы должны понимать одну очень важную вещь. Дело в том, что все государственные органы власти, ну, я думаю, исполнительные в данном случае, каждый из них имеет те полномочия, которые выданы, ну, начиная с Конституции и ниже, ниже, так сказать, я имею в виду, в данном случае, законного правительства и так далее, и так далее. У каждого есть некий свой профильный закон у государственного органа власти. Полномочия, функции, которые их наделили, которым их наделили, вот, начиная с Конституции и ниже, как я говорил. Так вот, все, что касается санитарно-эпидемиологического благополучия населения, это 52-й ФСЗ, это Роспотребнадзор, это главные санитарные врачи. А вот все, что касается чрезвычайных ситуаций, природного техноярного характера, это МЧС, это их профильный закон. Но они не имеют права нарушать, ограничивать права и свободы граждан. Вот, если главный санитарный врач или санитарные врачи вводят карантин в детском саду, это в соответствии с законом, все правильно. Вот, и что такое карантин, понятно. Вот, а вот что такое режим самоизоляции, непонятно. В отношении всех поголовно, на огромной территории, 10, 15 или 20 миллионов людей. Это незаконно. Это незаконно с точки зрения Конституции. Это незаконно с точки зрения даже простого федерального закона 68 ФСЗ. Зачем это я все говорю? Я вам сказал в начале. Вообще, зачем я это все бодяву развожу? Мы должны быть готовы к судебным процессам, в которых мы будем защищать наши интересы, наши права и свободы. И не надо переживать. Все эти цифровые пропуска и так далее. Мы еще об этом поговорим. Мы еще к этому вернемся. Еще не вечер, друзья, не вечер. Они наворотили такой юридической фигни. Я обычно говорю, все это нужно выбрасывать в мусорную юридическую корзину. Указы и так далее. Указы Собянина противоречат федеральному закону. Вот этому, который 68 ФСЗ, на который он ссылается. На самом деле он противоречит и другим законам, и противоречит, конечно, Конституции. Вот это нужно осмыслить. Я не говорю о том, что нужно завтра же с утра выбегать всем на улицу. Ничего подобного. Угроза серьезная. Абсолютно серьезная, абсолютно реальная. Это вопрос жизни и смерти, прям узло слово. Вопрос в другом. Указ. 15 версий. Незаконен. Нарушает наши права и свободы. И власть неадекватно. Сегодня 15 число у нас, да? И что сегодня? Сегодня цифровые пропуска вели. Что было на входах в метро? Когда в этом подземном переходе, на входе, сотни людей стояли прижаты друг к другу. Это борьба с коронавирусом? Мозги есть? Собянин. Мозги есть? Ну, мозгов, я так понимаю, нет. Движемся дальше. Вот это важный момент. В этом, в этой статье 4.1. Мы должны уяснить это. Не имеет права никто ограничить наши права. Президент по ФКЗ, Федеральному Конституционному Закону. И то на 30 дней, и еще раз говорю, я повторяю вновь и вновь, чтобы вбить в головы. Нам. Только президент. Чрезвычайное положение. На 30 дней. На всей территории России. И об этом оповестить генеральный секретарь ООН и Совет Европы. Границы зоны чрезвычайных ситуаций определяются руководителями ликвидационных, кого назначили. Информировать население надо. Федеральные органы обязаны оперативно, достоверно информировать население через средства массовой информации о ситуации. Обязаны оперативно и достоверно. Ну, что можно действительно доверять властям о том, что они говорят? Я, например, не доверяю. Я точно знаю, что... Ну, если у человека есть возможность иметь другие источники, а сегодня есть такая возможность. Сегодня очень много источников информации. Нужно только не смотреть, так сказать, этот глупый ящик для идиотов. Извините за выражение. Сегодня можно получить информацию? Пока еще можно. А мы будем бороться за то, что в этом так было всегда. И не будем отдавать, так сказать, ни крохи нашей свободы. Ни шагу назад. Вот. Потому что... Тот, что выбирает колбасу, а не свободу, тот не будет иметь ни колбасы, ни свободы. Вот сейчас вы все, кто голосовали за вот эту власть, избирательные комиссии, которые это все фальсифицировали, вот вам президент, вот вам Собянин, ну, я пропустил Государственную Думу, правительство. Вот вам Московская Городская Дума, я потом еще буду говорить о КАПе, в Москве, в которой они там приняли эту статью 3.8.1. Потом мы поговорим. У нас еще много есть вещей, о которых мы поговорим. Так вот. Они поставили нас на грань вымирания. Потому что еще через месяц, через две недели, через три недели, через месяц, жрать нечего будет. Сегодня снова, четвертый раз выступил Путин и сказал там что-то про какие-то 12 тысяч работающих. Ну, его там отправляют в неоплачиваемый рабочий день. Что-то такое неизвестно. На 12 тысяч можно прожить. Да, там еще выдают 3 тысячи на ребенка несовершеннолетнего. Что такое несовершеннолетний ребенок? Ну, ты есть 3 года, есть 12, есть 14. Ну, например. На 3 тысячи рублей можно содержать ребенка? Ну, что может быть в мозгу у президента Путина, если он считает, что он таким образом решает ситуацию, когда миллионы людей уже на сегодняшний день потеряли работу? Движемся дальше. У нас тут много чего интересного. Итак, основные принципы защиты населения, статья 7. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территории и чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющих сил, средств, включая силы и средства журналистской обороны. Итак, вот объем и содержание мероприятий принцип основной необходимой достаточности. то есть нужно иметь мозги и понимать, что необходимое достаточно, знаете, вряд ли подживает, что человек может выгулять собаку. Но важно выгуливать собаку. А себя? Даже в заключении, ну я имею в виду в СИЗО, ну вот пример СИЗО, прогулки ежедневные, а у москвича даже возможности этой прогулки нет, юридически. Он, конечно, может там, когда его будут там ловить и придумывать, что он там в магазин, в аптеку, а если он не в магазин, не в аптеку, если он действительно хочет прогуляться. То есть, по сути дела, он должен лгать. Вообще-то, когда человек лжет, это его разрушает. И Собянин таким образом, по сути дела, ставит москвичей в ситуацию, когда они должны сами себя внутренне, психологически, этически разрушать. Потому что они должны врать. Они должны врать, что им, например, нужно действительно, я не знаю, там, какие-то свои нужды жизненные. Может быть, нужно поехать к родственнику, потому что у того родственника какая-то опасная болезнь, лекарства нужно привезти, или просто у него психологический срыв. Принцип необходимой достаточности в законе, а не бред в виде самоограничения. Полномочия. Вот давайте мы посмотрим, какие полномочия необходимы в достаточной самоизоляции. А мне кажется, эти вещи несовместны. Полномочия органов государственной власти. Президент. Полномочия президента. Ну, определяет в соответствии с 80-й статьей Конституции основные направления государственной политики. вводит при чрезвычайных ситуации в соответствии с статьями 56-88 Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке предусмотренных федеральным конституционным законом на территории Российской Федерации или ее отдельных местностей чрезвычайное положение. Итак, здесь ссылка на фоказа номер 3 о чрезвычайном положении. То есть полномочия президента в области защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций, то есть если есть чрезвычайная ситуация, то у президента есть полномочия ввести чрезвычайное положение. наложить чрезвычайное положение на чрезвычайную ситуацию. У президента такое право есть в соответствии с федеральным конституционным законом. Президент этого не сделал. Почему? Почему он не исполняет свою свою обязанность присягу, клятву, он же поклялся на конституции защищать нас. У него было полномочия ввести чрезвычайное положение. И тогда бы было понятно, кто и что должен делать. Но тогда бы и были бы соответственно финансовые обязательства, расходные обязательства Российской Федерации за все это. за нерабочие дни в полном объеме ну и так далее, и так далее. Гражданам, предпринимателям принимает решение при необходимости при изучении чрезвычайной ситуации вооруженных сил. то есть если нужно задействовать соответствующие структуры вооруженных сил внутри страны, да, для того, чтобы там транспорт, люди, специальные подразделения для этого предназначены. Полномочия Федерального Собрания. Ну, полномочия Федерального Собрания, так сказать, это все тут ля-ля-ля-ля. Полномочия Правительства в области защиты еще есть. Причем мы обязательно с вами поговорим о том, что совсем недавно, буквально там в первых числах апреля, кое-что в этом законе поменяли, там добавили пункт А.2. Ну, мы о нем поговорим. А сейчас старая версия. Старая версия важна. Мы должны понимать, что на самом деле все было много-много времени назад. И у всех, у всей исполнительной вертикали были все полномочия, чтобы сделать все это по уму. По уму в каком смысле? Во-первых, заранее подготовиться, просчитать варианты, выработать все необходимые нормативные документы, силы и средства расставить по местам, в соответствии с этими планами развертывания и сделать все, как положено по уму. Для защиты нас. Правительство. Определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанностей федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения. Устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо опасных веществ, с облинией при этом необходимых мер безопасности. Ну, конечно. Конечно. Возить-то надо. Правильно. Устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе чрезвычайных ситуаций в лесах и полномочия исполнительных органов власти по их ликвидации. То есть всё должно быть уже давно готово. Все должны знать свои полномочия, их исполнять, потому что они деньги за это получают. Обеспечивает защиту населения от чрезвычайных ситуаций федерального характера. Ну, правильно. Правительство федеральное, за федеральное, так сказать, чрезвычайные ситуации федерального характера. Определяет порядок привлечения спасательных воинских формирований. Ну, имеется порядок. Решение принимает президент. Определяет порядок сбора информации в области защиты населения чрезвычайной ситуации. Порядок обмена указа информации. Ну, в общем, это нормальные функционеры. Принимает решение об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи, выплате единовременных пособий гражданам в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техновенного характера. Вот. Есть чрезвычайная ситуация, нужным образом она введена, и, соответственно, денежки нужно платить расходные без экстракции Российской Федерации, а не жлобничать. Полномочия органов взрослых субъектов, имеется в виду региональных, имеется в виду Собянина. Вот что должны органы государственной власти принимают в соответствии с федеральными законами, законы и иные нормативные права в области защиты населения и территории человеческой ситуации муниципального и регионального характера. Ну, да, в случае чрезвычайной ситуации Собянин имеет право принимать указы, но между правом принимать указы и тем, что в этих указах написано, как говорил, сказать, один известный литературный герой, дистанция огромного размера. Принимает решение проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципальной и регионального характера, обеспечивает их проведение. Ну, если нужно из какой-то территории эвакуировать, понятно, я не знаю, что там происходит, может, еще раз говорю, разливы, разрывы трубы и так далее, конечно. содействует устойчивому функционированию организации чрезвычайных ситуаций межмуниципальной и регионального характера. Ну, вообще-то, нужно, чтобы организации функционировали, а не закрывать все чехом. на региональном уровне региональной власти Собянин принимают решение об осуществлении единовременных денежных выплат граждан Российской Федерации в случае возникновения чрезвычайной ситуации природно-технологенного характера, включая определенные случаи осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указаны выплаты, будут осуществлены. Да, из московского бюджета можно выплачивать деньги и нужно, но не две тысячи и две тысячи. А что, бюджет треснул, а, господин Собянин, треснул бюджет, а 16 миллиардов на плитку рожа не треснет? Ну, это к вопросу Московской городской думы. Летом они знали о том, что если Московскую городскую думу пройдут независимые кандидаты, ну, будут сначала баллотироваться, а потом пройдут и станут депутатами, если там их будет хотя бы чуть больше половины, не вот этот вот политический мусор из единой России, который спрятался, под статусом независимых кандидатов, то сейчас бы Московская городская дума, ну, в политическом смысле, конечно, имею в виду, в юридическом смысле, потроха бы вынула из Собянина и заставила его сделать так, как положено. Не цифровую тюрьму тут строить, а деньги выплачивать тем людям, которые потеряли работу. предпринимателям малого и среднего бизнеса помогать. Ну что, Собянин может это делать? А мы что, не помним эту ночь длинных ковшей? Да не нужны Собянину эти люди, которые имеют свой небольшой заработок. Предприниматели мелкие, средние, люди, которые работают, потому что нельзя погнать на избирательные участки как коммунальщиков, как учителей, как врачей, как работников всех этих государственных структур, служащих, федеральных и региональных. Им нужны, им нужна вот это вот быдло, им нужны рабы, чтобы ими можно было управлять. Им не нужны свободные, нормальные, цивилизованные, думающие люди. Это мое понимание. Принимает решение об отнесении возникшей чрезвычайной ситуации к чрезвычайным ситуациям региональным международным холестом, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. Вот тут я хочу сделать особый упор на этой формулировке и зачитаю еще раз более внимательно. Итак, принимает решение, ну, между региональной исполнительной, в данном случае Собянин, во-первых, об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций чрезвычайным ситуациям, то ли региональной, то ли межмуниципальной, ну, то есть, или два-три района затрагивает эта чрезвычайная ситуация, или всю Москву. И вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайной ситуации. То есть, режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации вводится для вот этих людей, которые входят вот в эту соответствующие структуры управления и вот эти силы единой государственной системы, они переходят в режим повышенной готовности или в режим чрезвычайной ситуации и начинают бегать быстро и ликвидировать чрезвычайной ситуации. Причем здесь население. У вас повышенная готовность. Бегайте быстрее, думайте, как вам сейчас чрезвычайную ситуацию нужно ликвидировать. А чрезвычайную ситуацию бегайте и ликвидируйте ее. Но нарушать права и свободы граждан вы не имеете права. У вас нет таких полномочий.